было бы очень неплохо чтобы у нас была обратная связь вот то есть если домашка не получается а у нас вся практика уезжает в домашку не сможем в силу ограниченности времени слишком много практиковаться на лекциях вот если у вас что-то не получается я хотел бы иметь обратную связь вопрос ко всем здесь присутствующим поскольку это и есть аудитория как бы мы хотели организовать эту обратную связь есть ну грубо говоря два варианта внутри вариант номер один это писать малявки там где джарж потому что в и джарж есть интерфейс связи с оператором вот и это в общем довольно эффективная штука потому что когда я занимаюсь этим курсом когда я например проверяю задачки еще что-то делать тогда же я вижу ваши вопросы и на них отвечаю это может быть не очень эффективно в смысле оперативности потому что я могу там день другой третий четвертый до них не доходить вариант 2 обратной связи это какой-нибудь социальная сеть не знаю в контакте запилить группу и там за счет всем вместе присутствовать вот вариант 3 какой-нибудь мессенджер тип телеграмки сделать тоже каналчик такой общий и в нем тоже сидеть вариант 4 там я не знаю фейсбук еще чего-нибудь это самые электронные почты и так дальше значит как бы вам было удобнее связываться со мной случае чего можно по почте написать главное не мне бы хотелось чтобы это было некое пространство где можно было друг у друга спрашивать не только у меня ну да 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 вопрос ко всем если я допустим завезу какую-нибудь канальчик в телеграмке кого это напряжет кроме михаила какого-то который за напряжет что у вас телеграммка не так просто нету и не не планируется а контажка есть у кого нет контажки помашите ручками ну да кроме михаила у которого нет контажки отсюда мораль видимо придется делать групп в контажке окей давайте так и сделаем вот практик показывает что телеграммка удобнее но бог бы с ним в контажки файлы неудобно друг другу передавать вот это все но бог бы с ним контажка так контажка значит я тогда наверное что-нибудь такое сделаю кстати вопрос это надо конечно спросить в четверг у людей а может быть нам и по пятничку сделать то же самое одинаковое какая разница все равно все как бы примерно одни и те же ладно с прочим 4 хорошо в общем тогда смотрите я рассчитываю на то что я рассчитываю на то что мы с вами активно занимаемся домашними заданиями и к тому моменту когда идет следующая лекция не уже там более-менее сделал а если есть какие-то вопросы то вы их задаете значит в прошлый раз у нас был довольно большой объем разговора вот если мне не изменяет память здесь как это что-то не то там должна была 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 быть ссылка или это уже вот значит здесь не все что у нас было в принципе можно сходить на факультетский мудл там можно зайти гостям и весь курс посмотреть вот общая идея состоит в том что краткий пересказ предыдущей серии что типов команд очень мало и так общая идея прошлого прошлой лекции состояла в том что типов команд очень мало они все упаковываются в наш 32 разряда и вот в дополнение к причем мы выяснили даже что некоторые из этих команд еще более интересно как бы еще более классифицированы например тип команды можно узнать по какому-то биту в обходе кажется команды типа типа и и мидзи это имеют вот тут вот единичку кстати от незнаковый бита какой-то другой на него значит мы поговорили немножко о том что выдерживается принцип что с памятью работаем мы только одним образом мы туда кладем или оттуда забираем вот а все вычисления происходят на регистрах и это это как бы принципиально это позволяет нашим программам во-первых в принципе быть более быстрым потому что операции с памятью считаются очень медленными а во-вторых при планировании вычислений работа с регистрами это не так при эффективизации выполнения работа с регистрами это более простая штука чем работа с произвольными адресами памяти вот при этом регистра этих довольно много а именно 32 штуки и вот про них мы сегодня поговорим тоже что еще мы в прошлый раз рассматривали в прошлый раз мы рассматривали понятие псевдоинструкции вот тут была идея такая что если у нас есть команда с помощью которой лизу реализуются некоторые действия вот значит если у нас есть некоторая команда который зовут некоторые действия то совершенно не обязательно эта команда должна быть ну хорошо человек читаем и давать я вот думаю не загораживает ли камера меня да спасибо просто вот большое спасибо не потому что я это самое как это правильно сказать страдаю от того что меня не видно а потому что ощущение что лектор вещает откуда-то из-за угла да она провоцирует что касается псевдоинструкции я не знаю видно вот так вот наверно видно идея стоит в том что при раскрытии инструкция который выглядит вполне себе не видно загрузить число 1 2 3 в регистр 5 это все внезапно превращается во что-нибудь странное например сложить беззнаково от и у число 123 с регистром 0 в котором как известно у нас лежит нестираемый 0 и положить все в регистр 5 вот что касаемо что касаемо не менее с виду невинной инструкции загрузить в регистр 6 число 1 2 3 3 0 вот а это число больше чем то что влезает в инструкцию типа и и соответственно у нас в принципе не может быть одной инструкции который может произвести вот такое действие то псевдоинструкция вот такого вида внезапно раскладывается аж в две причем обратите внимание на две вещи первое что для того чтобы положить кусок числа в старшую половину нашего регистров используется специального вида инструкцию луи лот опер имидиэтли да то есть мы расписываем вот эта единичка это то что остается от если раз два три ноль 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 попилить пополам да это старше старшая половина слов вот вот эта единичка приезжает в старшую половину регистра а младшую половину регистра мы складываем но вернее не складываем а операцию побитого ор но главное на что надо было обратить внимание и мы в прошлый раз этого не сделали на то что в этот момент внезапно используется еще один регистр а именно регистр номер один формально говоря регистр номер один он такой же как и еще 30 регистров которым у нас есть вплоть до 31 31 регистр используется в инструкциях перехода с возврата который используется для подпрограмм нулевой регистр содержит 0 31 используется для перехода с возвратом все остальные они равноправны но как известно все животные равны но некоторые ровнее в частности регистр один менее равноправны чем все остальные потому что его использовать для того чтобы некоторые псевдо инструкции хранили в нем промежуточные данные вот этого на лекции не говорилось это стоит стоило отметить видите на как то вы сделано сначала мы загружаем в его верхнюю половинку раз два три но смысле единичку оставшийся кусочек у нас остается в младше половинки а потом этот самый кусочек складываем с ним ну вернее побитого вот что еще не было сказано а это было сказано это было сказано это пример программы отлично все переходим к сегодняшнего да конечно нет да да в том-то и дело что неравных в действительности неравных регистров на свете только 2 но смысле в нипс только 2 это нулевой который не стираем и 0 и 31 в которой иногда попадают разные интересные штуки сами собой потому что так устроена инструкция jump and return регистр номер один он регистр номер один он отличается от всех других регистров только тем что псевдоинструкции раскрываются в с использованием его если бы не псевдоинструкции он бы был совсем одинаковый другое дело что псевдоинструкции как уже было сказано в прошлый раз являются частью стандарта то есть любой ассемблер который говорит что он умеет минус обязан понимать все инструкции в том виде в котором написано в стандарте минус вот поэтому использование регистра номер один она как бы стандартизована кстати сказать для удобства программирования регистры вот эти 32 штуки регистров поименованы разнообразными буквами и и и и даже иногда не буквами вот это сделано именно потому что несмотря на фактическую одинаковость как минимум 30 регистров из 32 для того чтобы программистам программируя совместно окончательно друг друга не запутать и не как это сказать нет не разрабатывать дисциплину программирования каждый раз с нуля относительно использования этих регистров одинаковых существует договоренность она же конвенция вот и вообще разговор о программировании под какую-то архитектуру эвм это чуть ли не на 50 процентов а может быть и больше вопрос о конвенциях то есть вы могли бы сделать так вы могли бы сделать эдак вы могли бы написать такую команду сякую команду положить какие-то данные в память в одно место в другое место но нет все это противоречит договоренности так не делают а как делают а делать по заранее договоренному плану вот эти договоренности иногда еще называют application binary интерфейсами но это бы это больше чем обе это вот именно что некоторая заранее прописанной дисциплины использования архитектуры в частности давайте поговорим про регистры значит мы уже видели что регистр первый кстати тут написано r на самом деле по моему нет такой нитификации r1 r2 есть просто номер просто номер вот регистр первый называется а ты почему на ты не знаю или да или или чего-то там translation ну короче говоря темпы вот что из этого следует из этого следует что если вы не знаете в точности какую инструкцию вы используете является ли она псевдоинструкции если она является таковой использует ли она какой-то дополнительный регистр для хранения промежуточных значений не используйте регистр от вашей программе потому что потому что именно в нем и только в нем хранятся эти самые промежуточные значения инструкции псевдоинструкции которые раскрываются во что-то больше, и портят другие регистры, нет. Если птичевая инструкция использует какой-то регистр – это регистр АТ. Не используйте регистр АТ без необходимости. Бывают ситуации, когда регистров не хватает. Их не хватает всегда, потому что вам всегда мало. Так вот, их не хватает всегда, и по этой причине вы можете захотеть использовать регистр АТ, но тогда вам нужно очень резко ограничивать себя в том… Да. А что смена контекста? Ну, там со всеми регистрами такая же фигня происходит. Ну, в общем, давайте пока не будем говорить про смену контекста, потому что это чуть более сложная штука. Вот. Значит, поехали дальше. Как вы уже видели, те, кто делал домашние задания, регистры, которые называются В – это второй и третий регистр, регистры, которые называются В0 и В1, используются для системных вызовов. Вот. Если не ошибаюсь, вот сейчас мы посмотрим. Прямо вот тут вот в примере нашей программы было написано, вот. Ну, вот здесь был только В0, вот. Только В0, но иногда используется В1. Например, если вам нужно двойное слово передать в качестве параметра системного вызова или еще чего-то. Нет. В каких-то других случаях. Ну, не важно. Важно, что они зарезервированы под это дело. Вот. Они, значит, в регистр В0, например, заносится номер системного вызова, прежде чем его вызвать. Вот. И в регистре В0 же возвращается результат работы системного вызова. А, вот результатов может быть два. Вот. Результатов может быть два по разным причинам. И вот тогда, значит, в регистре В1 будет второй результат. Предполагается, что системных вызовов, которые вернут много-много разных результатов, нету. Либо вы им передаете в качестве параметра область памяти, куда они все запишут. Но на уровне, на уровне, когда вы работаете только через регистры. Сегодня день такой забывательный. Сейчас. Что это? Да, и это тоже. Отлично. Спасибо большое. Надо как-то это самое, как в магазине. Как в магазине, знаете, поставить такую линеечку. Да. В0 и В1. Регистры с А0 по А3 используются для передачи параметров в под программу. Опять-таки, их мало. Всего лишь четыре. Именно по той причине, что если их больше, АБИ будет предусматривать выделение места либо на стеке, либо в памяти и передача адреса в этом месте. Передача адреса, скорее всего, во фрейме, во стеке. На стеке передается. Дальше следуют регистры, которые называются Т, 7 штук. И их тронцы называются С. Тоже 7 штук. А, нет, вот еще Т бывает Т8 и Т9. Видите, как неожиданно. Вот тут 7 штук, а еще в конце две штучки. Значит, регистры Т от регистров С, напоминаю, что это просто обычные регистры, по договоренности отличаются следующим. Допустим, вы написали какую-то под программу. Эта под программа чего-то там вычисляет. Ей требуется некий набор регистров для того, чтобы что-то вычислить. Ну, как обычно, когда вы пишете программу на ассемблере, у вас есть много регистров, вы туда что-то загружаете, жуете, жуете, и потом возвращаете значение. Что, как вы поступаете с теми регистрами, которые вы использовали в коде этой под программы? Должны ли вы сохранять их значение где-то, например, в стеке, и возвращать это значение в исходное состояние перед тем, как выйдете из под программы или не должны? Ну, зависит от того, ожидает ли пользователь вашей под программы, что эти значения изменятся или что они не изменятся. Ну, так вот, регистры типа Т от слова temporary по договоренности можно портить. То есть вы можете быть уверенными, что если вы сами написали кусок кода и сами не испортили регистр Т, то он не испортился. А вот если вы вызвали под программу, то рассчитывать на то, что после возврата из под программы регистры Т будут сохранять значение, не надо. Если вы сами эту под программу написали и все там сохранили, ну, ладно. Но это уже некоторое нарушение конвенции в том смысле, что вы ожидаете от программы слишком многого. А вот регистры, которые называются S, если вы их используете в под программе, вы обязаны после возврата из нее восстановить те значения, которые там были. Ну, как правило, складывается на стек и забирается из стек. Это понятно? Просто договоренность такая. Ничем одни регистры от других не отличаются совсем. Но если вы начнете программировать много и достаточно сложно на ассемблере, без вот таких договоренностей наступит полная труба. Ну, например, перед каждым вызовом под программу вам придется сохранять все регистры, а потом их все восстанавливать, вообще все. А то мало ли что. Да. Вот тут у нас вкрапление регистр Т8 и Т9. Регистр 26 и 27 называются К0 и К1 от слова Кернелл. Это регистры, которые используют ядро, когда у вас выполнение вашей программы внезапно вываливается в режим работы ядра. Про это мы поговорим буквально в следующий раз или через раз. Вот. Когда будем... Нет, наверное, через раз. Когда будем говорить про прерывания? Ну, нет, сначала будем говорить про исключения. Вот. Идея состоит в том, что у вас может произойти исключение или прерывание, особенно прерывание от внешнего устройства, в любой момент времени. Ваша программа этим никак не управляет, когда внезапно придет асинхронное прерывание. Соответственно, ваша программа вообще не должна трогать регистры К0 и К1 до тех пор, пока она точно не уверена, что за время работы этого куска кода никаких прерываний, никакого вмешательства ядра не произойдет. Потому что если оно произошло, то у ядра есть два регистра, которые имеют право самостоятельно портить. Вот в случае регистров типа С, про которые вы точно знаете, что под программа их не испортит, и регистров типа Т, про которые вы точно знаете, что пока вы пишите свою собственную программу, и никакую под программу не вызываете, то они сами собой не изменится. Про регистров типа К вы это знать не можете, потому что ядро может внезапно захотеть поработать и внезапно их испортить. Не используйте регистры К в вашей программе, если вы окончательно не уверены, что за время их использования не начнет исполняться код ядер. Вот. Оставшиеся четыре регистра, три. Последний регистр, 31-й, как я уже говорил, RA, return address. Это регистр, в который сохраняется адрес возврата при вызове процедуры. Обратите внимание, в MIPS он не сохраняется на стэке, в MIPS вообще нет аппаратного стэка совсем. И, соответственно, инструкции работы с ним тоже нет, раз уж и нет аппаратного стэка. Зачем делать отдельные инструкции для работы с памятью, если это инструкция для работы с памятью? Про стэк мы будем говорить буквально в следующий раз, кажется. Вот. Так вот, инструкция вызова под программы сохраняет адрес возврата в регистр 31-м, и он используется, в общем, для этого. А вот регистры 28, 29 и 30 – это довольно жестко привязанные к договоренности, но, тем не менее, регистр общего назначения. В частности, регистр 29 – это просто стэк-поинтер, указатель на вершину стэка. Причем, ну, как это правильно сказать? Если бы не какие-то договоренности, о которых мы сейчас будем как раз говорить, то это указатель куда угодно. Какая разница у одного приложения, у одной программы, где она хранит свой стэк. Где хочу, там и храню. Как бы. Вот. То есть, содержимое регистра 29-го регистра, регистра стэк-поинтер, регистра СП, да, вообще говоря, может быть любым. Но по договоренностям оно не любое. Мы об этом сейчас поговорим. Регистр 30 – так называемый фрейм-поинтер. Сейчас я не буду объяснять в точности, что это такое. Про фрейм мы тоже поговорим обязательно. Так называемый регистр кадра. Опять, это самый обычный регистр. Видите, в некоторых конвенциях он даже считается регистром общего назначения сохранения. Если вы вообще не используете кадры для вызова процедур. Вот. Регистр кадра – это вот что такое, на пальцах есть ли объяснять. Предположим, вы написали мощную подпрограмму, и еще мощную подпрограмму, и еще одну мощную подпрограмму, и они друг друга вызывают. У этих подпрограммов дофигища каких-то параметров. Эти параметры, поскольку их дофигища, то есть больше, чем четыре, хранятся не в регистрах А0, А1, А2, А3, а сохранятся в стеке. И внутри ваших подпрограмм вы еще какие-то используете кусочки стека, докладывая туда то, что соответствует локальным переменам в СИ. Ну, вам не хватает. Вы провели регистр пленнинг, и вам имеющихся там, сколько, 15 регистров ТС не хватает для того, чтобы производить ваши вычисления. У вас куча всяких указателей, например. Когда вы возвращаетесь из-под программы, вы должны привести стек в исходное состояние сами. То есть стекпоинтер внезапно должен стать равен тому значению, которому он был равен тогда, когда вы эту программу вызвали. Как бы это сделать удобно? Ну, например, при программировании постоянно вычислять, сколько я положил в стек переменных, а потом уже столько оттуда вычитать. Хорошая идея? Нет. Хорошая идея положить это значение стекпоинтера в какой-нибудь другой регистр, а потом оттуда его приложить обратно в стекпоинтер и забыть про это навсегда. Вот этот другой регистр и есть фреймпоинтер, если на пальцах. Кроме того, гораздо удобнее обращаться с локальными переменными именно, когда вы их адресуете не относительно стекпоинтера, который постоянно увеличивается и уменьшается, относительно какой-то фиксированной штуки, то бишь указателя кадра, то бишь фреймпоинтера. Мы об этом поговорим. Наконец, регистр 28-й, называемый глобалпоинтер. Это просто место в памяти, через которое передаются данные, ну, например, при запуске программы. Вот вы запускаете программу, а операционная система хочет что-то куда-то положить. Куда? Ну, в какую-то память. В какую? А вот в это место указывает глобалпоинтер. Вот. В некоторых конвенциях, например, когда у вас в одной памяти соседствует несколько нитей, да, вообще по-другому нельзя. Значит, у вас нету возможности взять и положить в какое-то фиксированное место глобальные переменные, да, они должны быть где-то в каком-то месте, которое, ну, динамически размещается. Вот это динамически размещаемое место и лежит в глобалпоинтере. Вот. Но если вы не пользуетесь такой штукой, как перемещаемые кусочки в памяти и код, который, вернее, не код, а данные, которые ползают или непонятно куда загружаются, то обычный глобалпоинтер чему-то там равен. Чему он равен? Сейчас мы посмотрим. Все. Это были регистры общего назначения. Я уже говорил, что регистра флагов при вычислении, по крайней мере, в MIPS нету. Помните из прошлой лекции, что есть в MIPS вместо регистра флагов? Там есть команды сравнения, которые делают что? Не помните уже. записывают ноль или единицу прямо в какой-нибудь регистр общего назначения. Вот. Но это редко когда нужно, но бывает нужно вот взять, прямо сравнить, получить результат, и этот результат хранить. Это такой true или false. Вот. Что касается регистров high и low, кстати, сказать, в сегодняшних домашних заданиях они понадобятся. Это штуки, нужные для операции умножения и деления. Помните почему? Потому что, когда умножаете два числа целых, у вас, скорее всего, получится, у вас с вероятностью одна вторая получится число двойного размера. Вот. Вот когда вы их складываете, у вас может получиться только перенос, а больше ничего. Когда вы их умножаете, у вас внезапно получается число в два раза больше побитых. Вот. Та же самая фигня с делением, да? Вы, наверное, потом вот это число захотите поделить. Вот. Так вот для того, чтобы работать с числами, целыми числами двойного размера, в MIPS32 существует два специальных регистра, high и low, которые, соответственно, старшее слово это двойного числа и младшее слово это двойного числа представляют. Обратите внимание, что они такие довольно, ну, изолированные. Можно оттуда получить значение и записать туда значение, а больше ничего сделать нельзя. Вот. И тут мы переходим к очень интересной теме. Она очень интересна главным образом потому, что, кстати, непонятно, почему она такая. Вот. Это очень интересная тема. Сейчас давайте я попробую сделать так, чтобы было видно все. Во! Плоская модель памяти программы в MIPS32. Что-то мне не нравится в этой плоской модели памяти. Кажется, здесь было выделение цветом. И оно полетело. Давайте тогда откроем другой кадрик, потому что этот кадрик некрасивый. А мне потом переделать надо тогда. О! Сейчас найдем. Вот здесь более, более, ну, короче. В смысле, нормально? Не-не-не, там проблема в том, что вот на этой картинке, сейчас покажу, на этой картинке, там что-то с адресами какая-то чешуя. Во, вот это вот. А, не, нормально. Нормально, они просто, просто они не того шрифта. Все, я тормоз. Все, я понял. Вот здесь просто, просто мы на ширины шрифт нужно было использовать. Ну и ладно. Все верят, что все эти числа одинакового размера, 32-битный. Кто не верит, посчитайте, проверьте. Я обещаю, что поправлю. Короче говоря, опять-таки, все было бы с точки зрения режимов адресации, способов обращения к памяти, команд, которые берут из памяти, кладут в память. Никакой разницы между разными диапазонами, которые здесь расцвечены различными цветами, вообще говоря, нет. Однако архитектура MIPS, да, сам процессор, сам контроллер памяти, видимо. Вряд ли, да? Все-таки сам процессор. Ну да. Короче говоря, с точки зрения системы команд, доступ к этим кусочкам памяти, в общем, одинаковый. С точки зрения архитектуры, он очень разный. И давайте посмотрим, как это устроено. Значит, причем здесь частично, частично это следствие все тех же конвенций, то есть договоренности, где конкретные адреса находятся. А частично это свойства архитектуры, о котором я сейчас поговорю. Первое. С адреса 0 по довольно высокий адрес, по адресу вот такой. Пол мегабайт. Пол мегабайт. Прямо пол гигабайта. Ну то есть это ядерная память, на самом деле, по большому счету. Короче говоря, вот этот весь сегмент для обычной программы пользователя просто запрещен на запись. И на чтении тоже. Если она туда обращается, происходит исключение. Точнее, не исключение, а что? А, исключение как раз. Да, исключение. Не прерывание, а исключение. Вот. Господи, давайте проверим. Пол гигабайта, не пол гигабайта. Ну и че это? Это 4 чего? Мегабайт. Вот. Это 4 мегабайт все. Вот. Это 4 мегабайта всего. Никаких не пол гигабайта. Вот не надо было мне это. Пугать меня. Вот. Значит, короче говоря, эта область вообще зарезервирована. Если ваша программа к ней обращается, она немедленно убегает в обработку исключения, и там как-то обрабатывает это исключение. У этого, у этой договоренности есть довольно, я не знаю, откуда она растет. Вот. А нулевая страница что-то правильно обрабатывает? А, вообще нулевая страница. Zero page fold. Да. Вот. Значит, но с точки зрения, вот, ну, банально здравого смысла стоит в следующем. Если вы работаете с какими-то числами, ну, обычными, небольшими, и вдруг внезапно у вас это число попало в то место, где вы храните указатель, и вы попытались этот указатель разыминовать, то на аппаратном уровне у вас произойдет исключение. Вместо того, чтобы полезть в эту память и что-то оттуда вынимать, что является явной ошибкой. Вот. Ну вот про Zirio de-reference программирование все программисты на C++ знают очень хорошо. Вот. А про какой-нибудь Gabo de-reference не очень хорошо, потому что он иногда происходит втайне от программиста. Вот. Ну вот, одна из задач, может быть, не главная, одна из задач вот этой штуки, это чтобы, когда вы разыминовываете какой-то мусор, вот, представляющий собой какое-то небольшое число, это разыминование приводило к исключению. Вот. Начиная с адреса 4400, у вас находится так называемый текстовый сегмент, то бишь, у вас программного кода. Напоминаю, если я это сказал неявно, то говорю явно, что изначально ареститура MIPS была с раздельным хранением кода и данных. Причем это раздельное хранение обладает, в общем, некоторыми свойствами интересными. Например, вы не можете записать в область кода ничего. А прочитать из области кода, кажется, можете, естественно, потому что инструкция выборки из кода работает. Но только с адреса кратного 4-ом, то есть только ячейку, соответствующую одной инструкции, машинному слову. А вот с областью данных можно работать по-другому. В областью данных, во-первых, вы можете писать, и во-вторых, если вы записываете туда байт, то это произвольный адрес, если полуслово, то кратное 2-ом, а если машинное слово, ну а если целое слово, 3-2-разрядное, то кратное 4-ом. То есть в зависимости от того, в какое место памяти вы обращаетесь, одна и та же инструкция может работать по-разному. Потому что у вас аппаратно разграничена область данных и область кода. Обратите внимание на то, что эта самая область кода, она длится вот столько, минус 4 килобайта. Это что, какая часть? 1,16 памяти? Похоже, да, что 1,16. Вот. Помните, мы с вами говорили, что короткие инструкции, помните, мы говорили про то, что оператор Jump, инструкции типа J, там используется 26 битов в качестве разряда. Ну, на самом деле 28, потому что 2 не используются из них. Так вот, если у вас область кода вот такого размера, то мне кажется, что больше-то и не надо. Так скажем прямо. Их тут вообще-то 25, этих битов. Я правильно говорю, что 25? 4, 8, нет, больше. Все-таки больше. 12, 16, 20, 24, 28, 29. Получается. Ну, ибо. Чуть меньше, 28. О, так их там вообще будет 28, просто вот. Вот. То есть практически вот эта инструкция типа J, она вам позволяет работать с любым адресом в этом пространстве кода. Ну, да, 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 я понимаю. Вот досюда. Вот. То есть этого старшего бита-то нету, да, да, да. Что их там ровно 28, этих битов. Ну, еще. Вот. То есть у вас не будет такого места в области кода, на котором вы не сможете сделать длинный прыжок с помощью инструкции типа J. Вот. Совсем не будет. Дальше начинается область данных. Она начинается с адреса вот такого. Но что там в этом месте лежит, никто не знает. Точнее так, там лежат те самые глобальные данные. То есть начиная от адреса, сколько там, тысяча восемь тысяч, не знаю, как правильно сказать. Вот. Один три нуля, восемь три нуля. Который по договоренности, помните, я говорил, что ГП может быть равен чем угодно, но есть некоторые конвенции, относительно которой известно, что ГП равен именно вот этому. Вот. Так вот, от этого места и вниз, это область так называемых глобальных данных. Вот до сюда. Вот. Вот от этого места и вниз лежат ваши, собственно, данные как данные. Те самые, с которыми вы работаете. Или вверх. Вверх, пардон. Да? Вот между этим местом и этим местом вы размещаете какие-то свои глобальные данные, которые вы непосредственно запрограммировали в вашей программе. Вот. Между этим и этим лежит какая-то буферная зона, уж не знаю зачем, но она там есть. А вот, вот отсюда, вот досюда. Там буквально какое-то количество килобайтов. А то и даже не килобайтов. Полкилобайта там. Да? Значит, между адресом 11400 и 11400 лежит место, где вы располагаете свои массивы, переменные глобальные, ну, короче, все, что вы хотите положить в вашу память. Выше вот этого адреса растет так называемая куча. Что такое куча? Это место, где вы динамически выделяете память для своих данных, а потом ее, по идее, можете уничтожать. Правда, в Марсе это сделать нельзя. Да? Ну, в смысле... Ну, в смысле... Все, я не понял. У нас есть инструкция загрузки данных, которые выглядят редиски смещения. Вот это смещение у нас 16 бит со знаками. Ага. А, ну, 16 бит со знаками. Понятно, да. Значит, Михаил тут говорит, что размеры этих кусков, они коррелируют с инструкцией типа И, в котором есть 16 разрядов на смещение относительно какого-то места данных, и вот эти самые 16 разрядов, они сюда как бы играют роль вот здесь. Может быть... Да, да. Чтобы ничего не нужно было добавлять еще. Вот. Может быть. Значит, обратите внимание, что куча места, где размещаются динамически выделяемые данные. Вот. Марс не умеет их потом уничтожать, он умеет их только выделять. Ну, да и ладно. Вот. И навстречу ему сверху растет стек. Он начинается с такой достаточно прихотливой места в памяти, которая 7FFEFFC. Это нужно для того, чтобы была какая-то еще буферная зона между самим стеком, тем местом, где он должен исчерпаться, и тем местом, где у вас закончится вообще память, к которой имеете право обращаться. Напоминаю, что это все адресное пространство одной запущенной программы. Соответственно, оно и может распоряжаться как хочет. Вот. Итак, куча растет снизу, стек растет сверху. Над стеком есть еще два ограничивающих места. Первое – это такой легальный буфер стека. Мы, кажется, вычисляли, и он вот… Вот это E000… Очень похоже на ту самую страничку или на максимальный размер фрейма, я не помню. То есть мы можем забираться, у нас может произойти исчерпание стека, но при этом это будет считаться, ну, нехорошо, но можно. А вот когда мы забираемся вот за это место, понятное дело, что мы следующим шагом упремся просто в максимальный размер памяти для стека, и произойдет исключение. Потому что все адреса, которые начинаются, вся старшая половина, все старшие 2 гигабайта памяти в нашей плоской модели вообще недоступны обычному приложению ни на чтение, ни на запись. Это память ядра. Она, в свою очередь, делится на область кода ядра и область данных ядра. Область кода ядра в силу специфики работы ядра разделена на кусочки, в которых, например, есть отдельное место, где лежит обработчик исключений. Вот. Причем в Mips он один. Этот обработчик, оно само потом выясняет, какое исключение произошло и что с ним дальше делать. Вот. Дальше код ядра, а вот дальше код ядра, дальше память ядра. Такое же деление, как у нас было для пользовательской программы. И вот верхний кусочек, я уж не знаю, сколько это, четверть, меньше. Короче говоря, верхний кусочек памяти, это так называемый MMO, Memory Muppet Input Outfit. Эти адреса в памяти вообще не соответствуют никакой оперативной памяти в принципе. Обращаясь к ним, мы обращаемся к внешним устройствам. Просто и безыскусно. Что именно мы делаем с этими внешними устройствами, зависит исключительно от дизайна этих внешних устройств. Например, нам выдан всего один адрес управления внешним устройством. Мы туда что-то пишем, потом ждем нужное время, а потом оттуда что-то забираем. Тухо, но так бывает. Или этих адреса два. Один для того, чтобы указать, куда писать, ну в смысле, что делать с устройством, а другой, чтобы указать параметр, например. Или этих адресов, там, не знаю, четыре, да, потому что мы можем усказать несколько параметров, она что-то вычислит, положит. Или нашему внешнему устройству соответствует целый диапазон. Ну, например, у нас будет такое внешнее устройство, графический экранчик, он весь адресуется где-то вот здесь. Мы пишем байчики в эту память, а у нас появляются красивые картиночки на экранчике. Вот. Соответственно, как именно используется ММО для работы с внешними устройствами, зависит исключительно от внешнего устройства. Все, картинка закончена. Какие-то вопросы по ней? Если коротко, линейная модель памяти в MIMS, а мы будем работать в эмуляторе только с ней, потому что другой там нету, устроена таким образом, что часть памяти зарезервирована, часть памяти выделяется под программу, причем она начинается с определенного места, часть памяти выделяется под данные, причем они тоже начинаются с определенного места, память данных делится на, грубо говоря, ваши данные, стэк и кучу, вот, и это половина всех наших адресуемых 4 гигабайтов, которые можно адресовать в 32-разрядной модели. Вот. Вторая половина — это область ядра, которая делится на код ядра, данные ядра, и закартированные памяти устройств, с которыми можно работать, просто записывая туда что-то и считая оттуда что-то. Все. Да, конечно. У нас только полская модель, или в принципе в МИПСе есть? Конечно, в МИПСе есть виртуальная память. Просто в эмуляторе ее нету, и когда у нас будет разговор по виртуальной памяти, я либо покажу какую-то другую архитектуру, либо покажу настоящий МИПС Байкал, либо нарисую картинку, потому что не смогу показать. Ну, показать — это значит пощупать, что куда положить, как бы расписать таблицу преобразования. Если мы это сделать не сможем, то лучше нарисовать картинку. Ну, не R на самом деле, здесь ошибка. В обычном ассемблере пишется просто доллар и номер регистра. А можно ли это работать как с массивом? Нет, нельзя. То есть нет никакого способа косвенной индексации регистра. Номер регистра — это всегда число в инструкции. Вот. Ну, мы можем их положить в стэк, они там будут расположены как массив, пожевать и всосать обратно. Никакой инструкции, ничего положить в стэк тоже нету. Это просто пересылка из регистров памяти, и не более того. Вообще у нас, как я уже говорил в самом начале, в MIPSE старательно избегают таких инструкций, которые на аппаратном уровне будут выполняться слишком долго. Например, положить все регистры в память — это долгая инструкция. Например, ну, что-нибудь такое, да, там, что еще можно себе придумать волшебное? Ну, например, какой-нибудь, не знаю, там, организовать цикл одной командой — это долгая инструкция, потому что она требует проверки и изменения. Да? Даже, помните, даже команда условного перехода в MIPSE есть только на сравнении с нулем или на неравно, что, по сути, тоже сравнение с нулем. А сравнение на больше-меньше, поскольку они требуют двух арифметических операций, сначала вычесть, а потом сравнить с нулем. Сравнение на больше-меньше надо реализовывать вручную, потому что на самом деле это две арифметические операции, которые дважды напрягают арифметикологическое устройство, и это значит, что их с точки зрения архитектуры MIPSE нельзя закодировать в одну, чтобы не нарушать принцип оптимальности. Да? Еще нет инструкций, с которыми непонятно в момент декодирования машинного слова, что надо делать? Нет инструкций, с которыми непонятно, что надо делать в момент декодирования машинного слова. То есть, когда мы уже декодировали машинное слово, мы точно знаем, какие последующие действия наш процессор должен выполнить. Нет еще одного факта, а давайте теперь разберемся, что делать дальше. Такого нет. Вот, это правда. Так. Да. Это подсекцию данных, которые данные дают, смотрится в 2 кб. Давайте посмотрим. Статических. Статических, да. Вот здесь вот. Вот отсюда до сюда, в этой месте. Или нет? Наверное, образовательный. Нет, смотрите. Значит, еще раз. Тут очень немножко, это даже не 32 кб, это какая-то совсем маленькая штука. От того места, где у вас начинается куча, до того места, где у вас начинается формально секция data, вообще очень мало. Это какие-то байты. Вот давайте почитаем. 256 килобайтов. Все. Почему? Потому что предполагается, что данные большего размера, предполагается, что данные большего размера вы не будете вручную описывать в вашей программе, а будете как-то генерировать. И основную память, которую, в общем, довольно много занимает места, вот отсюда, вот досюда. Без малых гигабайт. Вот. Больше. Больше. Основную память занимает стек и куча. То есть здоровенные данные надо размечать на куче. Я понимаю, что в этом есть некое неудобство, в том смысле, что я не могу написать генерат на ассемблере, генерат, который сделает мне миллиард записей типа Word, и потом их странслирует. Не могу. Ну, кажется, на C так тоже нельзя сделать. Проблема состоит в том, что, ну, редко кто специально делает себе что-то большое, чтобы оно лежало и не лежало в программе. Ну да, я и говорю, редко кто специально делает, пишет программу так, что у вас есть, не знаю, полгигабайта вручную набранных данных, которые лежат в виде ассембленной директивы, точка Word, и дальше там вот полмиллиарда... Ну, у того бинарника, который у вас генерируется, конечно. Секция дата – это кусок бинарника сгенерированного, все так. Соответственно, если у вас есть какие-то данные, которых много, скорее всего, они... Которые надо самому генерировать. Скорее всего, эти данные лежат не в виде... Ну да, лежат не в виде вручную сгенерирования, генерированных директив, типа .word или .byte, а в виде какого-то файла, который, по ходу, подгружается. Вот. Ну вот 256 килобайтов на то, что можно описать руками, у вас есть. Вот. Опять же, это только конвенция. Вы можете написать программу таким образом, чтобы в директиве .data указать адрес, начиная с которого вы работаете, и оттуда положить, что хотите. Вот. То есть это можно сделать. Мы сейчас это увидим или не увидим, сейчас вопрос, дойдем или не дойдем. Да? Директиве .data вы можете указать тот адрес, из этого диапазона любой, начиная с которого лежат данные вверх. Вот. Соответственно, тот факт, что вы наедете на кучу, ну, значит, вы не будете пользоваться кучей. Вот и все. И опять же, речь идет о модели памяти, которая используется в Марсе. Другие архитектуры могут немножко по-другому ею управлять. Хотя нет. Мне кажется, что вот эти числа я все узнавал, когда смотрел дизассембл. Да, это все так, потому что функция мы, это функция. Ну да. Более того, я вот не видел, я знаю, ассемблерные программы размером в гигабайт. Ну, я уже говорил, Михаил, давайте мы не будем в третий раз это обсуждать. Вы можете написать программу, которая сгенерирует ассемблерную программу размером в гигабайт. Такая программа называется компилятор. С языка программирования не знаю какого. Вот. Но обычно компиляторы с языка программирования так не поступают. Они обычно как раз создают штуку, которая будет генерировать это в области, ну, в кучу. Давайте поедем дальше. Мы имели до этого дело только с инструкциями, то есть такими командами ассемблеру, которые превращаются в машинные команды. Разумеется, у нас есть еще команды ассемблеру, которые превращаются в что-то другое или вообще ни во что не превращаются, а модифицируют поведение ассемблера. Такие команды называются директивы. Я не думаю, что об этом здесь присутствующем кому-то надо говорить. Вот. Например, если мы хотим описать область данных, мы начинаем ее с директивы точка data, а если мы хотим описать область кода, мы начинаем ее с директивы точка text. Почему она называется точка text? Не помню. Есть какое-то историческое обоснование? Там же текст программы. Ну, да, наверное. Нет. Нет, там еще хитрее. Не помню. Я читал это, но забыл. Вот. Точка data. В области данных, в области точка data, вы можете размещать несколько видов данных. Ну, например, вы можете положить туда целое слово, половинку слова, байт, еще один халф, непонятно, что он тут делает. А, это полуслово еще одно. Сейчас скажу, что он тут делает. Вот здесь вот будет видно, что он делает. И еще пару байтов. Обратите внимание, что вы можете использовать шестеричную систему счисления, десятичную систему счисления и даже где-то у меня тут были командочка точка, точка ASCII. И даже можете строчку положить. Кстати, обратите внимание, что просто строчка вида точка ASCII. А давайте мы что-ли запустим ради интереса. Марс. И все это туда накопипастим. А то че ж тут? Так. Вот прямо вот так. Так не умеет. Ну, хорошо. Только его надо обязательно сохранить, иначе ничего не получится. Вот. Вот тут плохо видно, где наша лупа. А была. Ну, пропала. Сейчас. Вот она. А, вот она. Никуда не пропала. Вот тут плохо видно, но теперь видно хорошо. Вот эти данные. Скомпилированные. Лежат в памяти, начиная с адреса вполне себе ожидаемого. 11400, потому что мы с вами говорили, что секция данных начинается оттуда. И вот они, эти самые, bad fit, дальше вот это самое раз, два, три, четыре, шестеричные, ну и так дальше. Ну, давайте посмотрим. Да. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь. Обратите внимание, в каком порядке они там лежат? Два машинных полуслова, раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь, лежат вот в таком виде. Это у нас называется, какой эндиан? Бигали или Литтл, кто помнит? Вообще, всю эту историю про эндианность вам нормально рассказывали во втором семестре? Ну, для начала, откуда это берется? Биг эндиан и Литтл эндиан? Помните, что это за термины? Это из путешествий Гулливера. Там была война тупоконечников с остроконечниками. Вот. Значит, они воевали за то, с какого конца яйцо разбивать, с тупого, значит, или с острого. Биг эндиан, это, я так понимаю, тупоконечники, а Литтл эндиан, это, я так понимаю, остроконечники. Ну, так вот, вопрос вот в чем. Вот у нас есть два машинных, два полуслова. Условно говоря, нулевое, условно говоря, первое. Внутри слова, нулевое слово лежит где? В старшей половине или в младшей? Вот. Значит, аргументы есть и за, и против. и той, и тупоконечности, и остроконечности. Как видите, аргумент против остроконечности, против Литтл эндиан состоит в том, что они идут не в том порядке, в котором мы их описали. У нас сначала шло раз, два, три, четыре, а потом пять, шесть, семь, восемь. Аргумент за состоит в том, что мы-то положили вот это раз, два, три, четыре по адресу, извините, тысяча один, ноль, 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 четыре, и он у нас лежит по адресу тысяча один, ноль, ноль, четыре. Если бы здесь были нули, то большое число 1, 2, 3, 4 тоже бы лежало по адресу 0, 0, 1, 0, 0, 4. А если бы они начали в другом порядке, то у нас бы внезапно вот это число влезло не в тот адрес. Короче говоря, универсального алгоритма нету, Марс использует Лидл-Интен-Анхаритектуру. То есть если его скомпилировать под Big Engine MIPS, то он там будет... Ну вот. В принципе, процессор MIPS имеет программный переключатель архитектуры этого самого Endiness. Можно просто сказать, а теперь ты работаешь в Big Engine режиме, а теперь опять в Little Engine. Причем, обратите внимание, программы будут продолжать работать, потому что программа, машина инструкции занимает всегда одно слово. Там без разницы, какая Endiness. А вот когда вы адресуетесь по байтам, все это превратится в... немедленно ваша память превратится в кашу, если вы этот Endiness переключили. Вот. Считается Little Engine более популярной архитектурой, почему-то. Потому что Intel и Little Engine, да. Такие вот дела. То же самое, кстати, относится и к порядку байтов словами. Видите, в словах 11, 12, 13, 14, 15. Смотрим в память. 11, 12, 0C, 0D, 13, 14. Ну, в смысле, да, сейчас. А, 12, да? 0B, 11. 12, 13, 14, 15, да. Байты идут тоже в порядке Little Engine. 1, самый младший, самый первый, следующий второй, следующий третий, следующий четвертый. Вот. Такие дела. Это что касается тупоконечности. О, тут все было написано. Ну что? Ой, тут написано Big Engine. И это ошибка. Как я понимаю. Надо поправить. Что еще интересного нам может предоставить ассемблер? Ну, разумеется, ассемблер может предоставить метки. Метки в мипсовом ассемблере устроены очень просто. Вы просто пишете произвольный идентификатор, двоеточие, и все у вас при работе с программой может быть ссылка на это место. Ну вот. Давайте посмотрим, как это раскладывается. А, все время забываешь, что надо сделать Ctrl-C. Вот, смотрите. У нас есть память вообще никак не помеченная. Соответственно, как мы на нее будем ссылаться, не очень понятно. Видимо, можем вычесть чего-то. Вот. Память помеченная как var, и память помеченная как... Тоже никак, но она лежит после var. Да? Давайте вот так сделаем. Доллар, не знаю, там, t4. Var минус 4. Минус 4. Вот. Все это транслируем. Только сохраним сначала. Там в однометка все. Шмяк. Не хочет. Не хочет вычитать четверку. Давайте посмотрим. Не поминай. В смысле? Не, он все понимает. Он даже запись без запятых понимает. Нет, нет, нет. Он просто не хочет вычитать. Нет такого, нет такого в ассамблее Марса, как вычитание. А в сложении есть. Во. Так, плохо видно. А давайте посмотрим у меня... Вот поверьте мне, что здесь вот написано то же самое, и тут гораздо виднее, да? Вот. Значит, обратите внимание, что произошло, когда мы, значит, выделили место в памяти, разметили его. Там три слова лежит. Слово var помечено. Как все это выглядит? Ну, напоминаю, что загрузка большого слова в регистр всегда раскладывается на две части. Вот. Тут, кстати, одна. Смотрите, что мы сделали. Мы взяли, загрузили в регистр Т1, в его старшую половину, Луи, загрузили тысячу один. Младшая половина у нас равна нулю, поэтому мы с ней ничего не делали. А потом по адресу, который находится в этом регистре со смещением ноль, загрузили данные в девятый регистр, то бишь в Т1. Вот это понятно, да? Декодирование. Это псевдоинструкция. Мы помним, что загрузить большое число – это псевдоинструкция. Вот. Она выглядит таким образом, что мы загружаем в регистр… Мы загружаем… Сначала мы формируем адрес памяти в регистре АТ, который доллар один. А потом по этому адресу забираем данные и кладем их куда надо. Соответственно, чтобы сформировать этот адрес, мы просто загрузили в старшую половину регистра вот этот тысяча один. Все, этот адрес готов. А дальше по этому адресу взяли значение из памяти и положили его в регистр 9, то бишь в Т1. А абсолютно такая же штука, в точности, ничем не отличимая. Что-то тут неправильно. Давайте посмотрим, как здесь. Не, все правильно. Что я делаю не так? Расскажите мне, что я делаю не так. Почему у меня вар вот здесь, а тут почему-то смещение на 4? Плохо видно? Сейчас покажу. Откуда здесь вот эта четверка? Ах, это вар и есть. Я тормоз, тормоз, тормоз. Все. Спасибо. Надо было поесть перед лекцией. Смотрите. Адрес переменный вар, он находится, это действительно тысяча один, ну, 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 четыре, да, потому что тысяча один – это вот здесь. Адрес секции дейта по умолчанию. Нам нужно загрузить в регистр, в регистр, все в тот же регистр АТ, нам нужно загрузить, все в тот же регистр АТ, нам нужно загрузить адрес тысяча один, ну, 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 четыре. Но делать мы этого не будем. Мы загрузим туда адрес тысяча один, а четверку мы используем в команде loadWord, уже не псевдоинструкции, настоящей инструкции. В адресе, который соответствует имидит, в адресе смещения относительно регистров. Вот здесь мы используем ту же команду со смещением 0, а здесь со смещением 4. Да? Вот конкретно, вот тут все на экране видно хорошо, конкретно для того, чтобы загрузить машинное слово вот с этого адреса, мы должны сформировать некий адрес, который кратен десятитысячам шестеричным. Вот здесь. А вот это вот число просто положить вот сюда. Понятно, нет? Нам не нужно еще раз что-то прибавлять, да? Значит, старшую половину мы кладем в регистр, а младшую половину считается смещением, когда мы используем команду loadWord. Вот. Такая же картина используется и здесь. Здесь у нас ассемблер Марса, мипский ассемблер Марса, даже немножко за нас сложил. Ну, вообще у Марса с compile-time вычислениями очень плохо все. Вот вычитать он, видите, отказался. А сложить он сложил. Вот. Соответственно, что здесь происходит? Мы прибавили еще 4 к этому адресу, то есть обращаемся вот к этому машинному слову. Вот. Ну, ровно так это и транслируется. Мы опять формируем этот адрес и опять, значит, ходим уже со смещением 8. Давайте посмотрим, как это работает. Вот мы... Что-то плохо видно опять. Я покажу лупой. Вот мы загрузили... Наша инструкция loadWord разложилась в загрузку верхней половины регистра АТ адресом 1001. Вот он. Верхняя половина 1001.000. Дальше. Следующий шаг. Все. Вот мы попали... Вот у нас в регистр... В регистр Т1, он же... Он же 9-й. Попало... Сейчас, секунду, сделаю пошире, чтобы было видно все. Попало значение 1-2-3-4-5. Вот мы начали формировать... Мы опять сформировали адрес вот этой строчке, сформировали адрес 1001. Там на самом деле ничего не изменилось, но поскольку это ассемблер, поскольку это псевдоинструкции, мы их выполнили. Вот. Именно по этой причине иногда пишут ассемблерные программы в лукаве. Да, вот... По этой причине иногда вместо псевдоинструкции используют настоящий. Мы могли бы оптимизировать этот код. Я сейчас про это расскажу. Вот. И вот у нас в регистр Т2 попала наша эта самая 6-7-8-9-а. 6-7-8-9-10 на самом деле, да? Вот. Ну и наконец... Еще раз. И вот она, значит, вот. Теперь обратите внимание на то, что сказал Михаил. Это действительно важно. Наличие псевдоинструкций выдало нам, ну, грубо говоря, слегка неэффективный код. Потому что вот эти вот штуки вот здесь можно было уже не повторять. Эта программа отлично бы сработала вот эти вот штуки. Если бы вот этих двух инструкций не было бы вовсе. Потому что в регистре АТ у нас сейчас лежит 1001 и продолжает там лежать. То есть можно соптимизировать этот код, убрав вот эту и вот эту инструкцию. Все бы работало, как работало. Вот. Ну и бог бы с ним. Много еще. У нас еще 15 минут. А, нет, остальные задачки домашние. Отлично. Значит, еще одна тема — это выравнивание. Отдельная мрачная тема выравнивания. Сейчас, где тут? Во! Смотрите. Предположим, у нас есть такой такой развесистый развесистый код. Машинное слово. Дальше за ним мы хотим положить полуслово. Потом опять машинное слово. Потом один байт. Потом опять машинное слово. Потом опять один байт. Обратите внимание на то, что когда мы захотим, например, вот это машинное слово считать, ну, предположим, здесь какие-то метки есть. Я забыл эти метки туда ставить. Вот это машинное слово считать, вот это конкретное, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, его адрес должен быть кратен 4. Потому что мы помним, что обращение к байту можно по любому адресу делать, обращение к полуслову по адресу кратендуум и обращение к машинному слову по адресу кратендуум. Поэтому, когда мы используем директивы word, half и снова word подряд, между вот этим полусловом и вот этим словом образуется дырка. Вот она, зелененьким отмечена. Курсор виден, да? Вот повыше чуть поднять. Зелененьким отмечена вот эта дырка. Это называется выравнивание. Об этом, по-моему, в СИ, например, все помнят. Да, вот это вот все. Даже в Pascal есть понятие packed array. Хотя, в общем, никто не обещал, что в Pascal что-то куда-то вообще выравнивается. Да, смотрите. Такая же история произошла вот с этим байтом. Видите, один байт, а после него целое слово. Значит, три байта, которые после него есть, они пропадают. Вот оранжевым выделены. Вот. Здесь вот один байт, после него два полуслова. Вот один байт, три. Дальше дырочка, еще один байт. И дальше полуслова два, четыре, шесть, восемь. Вот оно. То же самое можно сделать вручную. А именно вызвать инструкцию align, которая будет говорить на размер чего вы собираетесь выровнять текущее место, где будут размещаться данные. Если мне не изменяет память, единичка — это полуслова, нолик — это просто байтик, двоечка — это машинное слово, а троечка — это двойное слово, потому что, когда мы будем говорить про сопроцессор математический, там будут использоваться двойные машинные слова для хранения плавающих чисел. То есть выравнивание может происходить автоматом, если вы в директивах указываете данные разного размера, или вы можете его делать самостоятельно с помощью директивы align. да, смотрите, это свойства ассемблера. Вы, в принципе, можете директивы даты и директивы текст перемешивать друг с другом. Поскольку заполнение происходит просто по мере встречания директив внутри секции data и внутри секции текст, поэтому если вы написали вот так, фактически это всего лишь две секции. Секция data, в которой написано word 1, word 7, 8, 9, 0, а и word 2. И секция текст, в которой написано move t1, 0 и, собственно, все. В секции data можно, например, указать место, в котором, начиная с которого будет происходить это размещение. И тогда, естественно, оно будет не продолжаться, как вот здесь. Смотрите, раз 2, 3, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 0, а 2. А возникнет с того адреса, который вы здесь указали. Вот здесь. Я надеюсь, этот пример не надо компилировать, вы мне поверите, что оно произошло именно так. Вот. Зачем это бывает удобно? Удобно бывает описывать какие-то переменные в том месте, где вы их в коде используете. Иногда это, ну, выглядит некрасиво, а иногда, наоборот, это выглядит слегка более удобно. Вот вы написали кусок кода, и там внутри, значит, будет секция data, в которой будет описано конкретно переменные в этом, пускай, коды используемые. Вот. В действительности они все сложатся стопочкой подряд, если вы не перемещали явно место, куда вы это сложите. Но, вот, в общем, дело вкуса, как это оформляется. Так, вопрос по этим кусочкам, а то я давно не спрашивал, есть ли вопросы. Это директивы размещения данных в память. Тут, к сожалению, нет примера директивы АСКИ, просто потому, что мы еще не прошли системный вызов, который его вывозит. Так что, ну, вот. Последняя на сегодня тема. И я не успеваю разобрать программы, черт, ну ладно. А, нет, отлично, она тут есть. Это адресация секции кода. Значит, в секции данных мы посмотрели, как адресация устроена. Адресация в секции кода устроена таким образом, что, во-первых, у нас все адреса команд в секции кода всегда кратны четырем. Вот. Соответственно, я не знаю, как можно перейти на адрес не кратны четырем. Нет у нас такой команды, которая так делает? Мы можем загрузить. В регистр. И потом перейти по адресу, находящемуся в регистре. Да, точно. А может, мы можем смещение или кратно? А, да, смещение должно быть кратно четырем, правильно. Да. Угу. Вот. Значит, чего здесь интересного? Собственно, ничего. Да? Операция, например, branch equal zero переходит на метку под названием fin в том случае, если регистр t2 равен zero, то бишь вот сюда. Вот. И вот как это... Значит, да, давайте посмотрим, что этот код делает. Для начала. Мы загружаем некое число 20 в регистр t0, мы загружаем некоторое число 5 в регистр t1. Вот. Дальше мы сравниваем... Что-то делаем. Погоди, что делаем? Это какая-то паразитная нагрузка, что ли? Да, это бессмысленный код с различными переходами. Плохая идея. Давайте лучше напишем сами осмысленный код. Да, ну потому что, ну, нехорошо бессмысленный код писать. Давайте напишем. Значит, считаем до 10. Да, да, да. Напишем так. Ли доллар, доллар t0, ну, скажем 10. Да. Что там у нас? МОВВ, извините, доллар t1, доллар t0. Значит, в регистре t0 у нас будет храниться граница цикла, регистр t1 будет счетчиком. Что здесь сразу сделаем? Сразу проверим цемп... Нет. Branch equal zero. Регистр t1. t1. Я хотел написать t1. Т доллар t1. Куда? Финал. Иначе суб и у доллар t1 единичку. Нет, не так. Извините. Положить в t1 результат вычитания единички из t1. Вот так вот. Всем понятно, да, что делать эта команда? Она вычитает из t1 единицу и кладет это вот сюда. Ну и перейти на луп. А луп у нас нету. А вот здесь у нас луп. Вот. А здесь у нас финал. А что там надо писать в конце финала? Я уже забыл. Какой-то, какой-то, какой-то этот самый. Я хочу выйти. Девять, кажется. Десять. Сейчас будет десять. А можно посмотреть, кстати. Системные вызовы у нас документированы где-то тут. Syscalls. Exit 10. Вы были правы, а я был не прав. Во. Не открытый финал. Финал. Спасибо. Вот. Это я не на эту кнопочку нажал. Надо было сначала сохранить. Напишем здесь лоллуп. Ну вот. Опять плохо видно, да? Вроде же я поменял здесь значение, но нет, не поменял. Так. Луп вызвать? Ну, в общем, ничего тут такого, ничего тут такого не случилось. Кроме того, что вычитание единицы оказалось довольно... Непонятны мне инструкции. Смотрите, какая фигня. Чего она так разложилась странно? Кто-нибудь может мне рассказать, почему она так странно разложилась? Надо было прибавлять минус единицу, да? Давайте прибавим минус единицу. Хе-хе. Хе-хе. Там гораздо лучше. Вот вам еще одна странность MIPS, ну или не странность, а особенность, да? Для некоторых случаев все-таки не существует псевдоинструкций, которые бы решали лучше вас, что вы хотите сделать. Хотели написать добавить, а тот факт, что в системе команд нету нормального вычитания, ну, вы сами этого хотели. Если вы на самом деле хотели добавить минус единичку, ну, добавьте минус единичку и не выпендривайтесь. Вот, мы добавили минус единичку, получилось красиво. Вот, да. Сейчас я побольше сделаю. Вот вся наша программа. Так, я сейчас начну ее отлаживать, не знаю, вообще вся вот эта штука на экране видна или плохо видна уже, да? Плохо видна. Что с этим делать, непонятно. Ладно, сейчас пока так, а там будет видно. Значит, дом попробую поправить. Вот мы добавим, вот у нас появилось 10 в регистре Т0. Сейчас. Вот у нас появилось 10 в регистре Т1. Вот у нас появилось 10 в регистре Т1. Ой, не на то нажал. Вот она. Вот у нас произошел, не произошел переход. Сейчас у нас не произойдет переход по нулю в Т1. Не произошел. Мы вернулись к необходимости вычитать единичку из Т1. Вот у нас вышла с единичкой из Т1. Глядите. Стало 9. Вот мы прыгнули обратно. И вот она щелкает, щелкает, щелкает. А вот здесь вот, обратите внимание, параллельно с этим у нас уменьшается Т1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Шмяк. И вот здесь вот этот branch equal у нас сработал, потому что у нас Т1 равен нулю. Мы попали вот сюда, уже занесли в 0 десяточку, вот она. Ну и сейчас будет Cisco. Все. Finish training. Вот. Вот так организуются циклы. О, уже время закончилось. Вот так организуются циклы у нас с вами по канонической схеме. Вот. Чего я не успел рассказать, буквально вот это. Да? Это как организуются массивы. Давайте я скажу это на пальцах. Вот. И заведем группочку в контажке, и в случае чего там обсудим. Смотрите. Массивы организуются чрезвычайно просто. У вас вот этот регистр, что-то там такое содержит. Вы его увеличиваете на 4, и идете к следующему элементу массива. Потом снова увеличиваете на 4, и опять идете к следующему элементу массива. Вот. У нас просто в домашних заданиях, сейчас покажу домашние задания, будут две задачки, связанные с размещением всего в память. Вот. Первые две задачки просто на цикл. Это сумма цифр. Посчитать. И вычислить формулу 22 минус 13 плюс 14 минус 15. Ну, точнее, нет. Тут будут, конечно, произвольные числа. Ввести количество чисел и запустить цикл на столько-то чисел, которые будут там складывать, то вычитать. И две задачки на размещение чисел в памяти. Ввести n целых чисел, а потом вывести из них только четные, причем в обратном порядке. То есть сначала 0, потом 88, а потом 12. Количество чисел вводится заранее. И последняя задачка. Это на вложенные циклы. Это мы вводим какие-то числа, а выводим их же. Но если у нас встречаются повторы, мы эти повторы пропускаем. Все. Я осознаю, что это, в общем, непростые задачки. В том смысле, непростые, разумеется, для человека, который только там два занятия назад увидел вообще этот ассемблер. По этой причине я вас активно призываю уже начать их делать. Я их еще не делал. То есть на Джаджи их еще нет. Но я думаю, что мы с вами вместе их сделаем. Соответственно, две вещи, которые я сегодня обещал сделать и не сделал. Был вопрос, как запускать Марс в режиме командной строки. Можно же сделать вот так вот. Что-то я тут не вижу нужного ассемблера. Давайте-ка мы сделаем вот что. Давайте я потратим 5 минут на 3 минуты на это. Хорошо? Значит, как запускать Марс режим в командной строке? Был вопрос. Это делается так. Вот мы сейчас составим программу. Например, вот эту. Да? Где наш Марс? А, опять забыл сделать Ctrl-C. Ctrl-V. Сохранить. Это у нас называется print. А что-то ничего не сделано. А, она запустилась. Надо было ввести. Во. А теперь, значит, командной строки как можно запускать. Михаил, вы помните прямо вот наизусть? Не помните. Мас хелп, да? Вот так вот ему надо сказать. Нет. Ха. Вот. У него есть командная строка. Она немножко извращенная. Марс написан на Java. Люди, пишущие на Java, не очень хорошо понимают, что это командная строка. Файл-нейм. У меня есть сильное подозрение, что надо писать вот так. Тупо. Тупее некуда. Да. Все. Если вы Марсу даете один параметр имя файла, он его компилирует и исполняет. Собственно, так работает eJorge. Ну, там, правда, со всякими обмазывателями, ну, в общем, вот. Фу, да. Переполнение чисел. Значит, переполнение учитывать не надо. Но хорошо бы, вот я вот думаю, как бы сделать. Помните, что я говорил про раскладывание? Хороший вопрос. Давайте так. Без переполнения. Там будет тестовое задание, в котором переполнение произойдет, а у вас не должно произойти исключения в этом случае. Вот. Я ответил на вопрос? Значит, переполнение чисел не происходит. То есть у нас сложение беззнаковое. Подсказываю. Вот. Окей, еще вопросы. Я, наверное, когда буду делать домашнее задание, впишу в конец нашей лекции примерчик, как работать с массивами. Потому что я хотел это объяснить, просто времени не хватит. Ну, работать с памятью, с индексированием. Там ничего сложного нету, потому что это ровно та же самая картинка. Вот это ровно та самая десаточка, из которой мы вычитали. Да, 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 да. Но, возможно, не всем придет в голову сразу. Все. Мне кажется, мы уже выжали свое время. Если есть вопросы, задавайте их. Значит, к завтрашнему дню появится группа в контажке. Я ее опубликую на титульной странице курса. Вот здесь. Вот. Вот здесь. Нет, это питон. Вот здесь. И там можно немножко пообсуждать, будет домашнее задание, потому что чуть-чуть, вот, с другой стороны, не так все понятно. Все, ладно, вопросы еще есть? Если нет, тогда всем спасибо. Вот. В следующий раз у нас 8 марта. Так что на наше домашнее задание, на самом деле, две недели. Ну и хорошо. Успеем сделать. Правильно?